Всем привет! Меня зовут Василиса Бродская. Я преподаю литературу в онлайн-школе Вебиум. В школе, наверное, мы все привыкли к тому, что герои на уроке литературы вписываются только в категории «плохой» и «хороший», а высказывать свое мнение, пусть и обоснованно, не всегда можно, но ведь иногда так хочется. В хорошем произведении персонажи изображены настолько точно и глубоко, что кажется реальными людьми. Они сталкиваются с трудностями, встают перед моральными выборами, иногда даже рискуют жизнью. Мне пришла в голову идея, а что если литературные герои прошлого обратились к психотерапевту? Сегодня я, конечно, в качестве шутки решила представить себя в роли великого и ужасного Зигмунда Фрейда и в свойственной ему манере, с перегибаниями, гиперболизацией и чуточкой абсурда, поставить нашим знаменитым героям русской литературы человеческие диагнозы. Думаю, получится очень интересно, поэтому обязательно досмотри этот ролик до конца. Начнем с Григория Печорина, главного героя произведения Михаила Юрьевича Лермонтова, герой нашего времени. Только вспомните, сколько раз Печорин способен проговорить в одной фразе это пресловутое «я». Я был скромен. Меня обвиняли в лукавстве. Я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло. Никто меня не ласкал. Все оскорбляли. Я стал злопамятен. Я был угрюм. Другие дети веселы и болтливы. Я чувствовала себя выше их. Меня оставили ниже. Если присмотреться к поведению Печорина, и не такое всплывет. Герой любуется собой всегда. Вчитайтесь в дневник Григория Александровича. Ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. Она как цветок, который в лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца. Ее надо сорвать в эту минуту. Подышать им досуто. Бросит на дороге. А вось кто-нибудь поднимет. В нем Печорин всегда предстает только в самых выгодных позах, в красивом антураже и всегда говорит только самое верное и нужное. Думаю, в самолюбовании Печорину позавидовал бы даже сам Николай Басков. Ну ладно, это все только шутки. Если бы герой Пушкина, Евгений Онегин, обратился бы к психотерапевту, то он бы точно потратил все свои деньги. Потому что диагнозов у него предостаточно. Одно только биполярное расстройство чего стоит. Помните тот самый мем, в котором обыгрывается зеркальная композиция пушкинского романа в стихах? Прошло не так много времени, а Онегин, который недавно с презрением говорил о слезах Татьяны гадости, вдруг уже готов, обнимая ее колени, молить о любви. Вот веселье. Перечитайте ради интереса монолог Онегина перед молодой и влюбленной Татьяной и строки из его финального письма. То он весь такой недоступный и неприступный. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердца моего, а будут лишь бесить его. И как резко он меняется позже, какие слова выбирает, чтобы только заполучить внимание Татьяны. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Евгений оказывается жутким манипулятором и абьюзером. Завоевание Татьяны это попытка вновь ощутить себя живым. При этом Онегин игнорирует чувства девушки, не замечает ее боли и страданий, прикрываясь маской безразличия. Онегин все силы тратит на поиск новых ощущений. Скука, душевное омертвение, качели, идеализация, обесценивание. Словом, у Евгения Онегина явные черты нарцисса. Обычно в драматическом произведении так. У кого больше реплик, тот и главный герой. Чацкий. В произведении «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова переплюнул всех. Фамусов только успевает сказать пару слов, а Чацкий тут же разрождается огромным монологом, в котором порицает всех и вся. Тут явно видны признаки истерии. Вспомните хотя бы его финальное появление. Глубоко оскорбленная душа заставляет героя ругаться на Фамусова, его дочь, Молчалина, все светское общество последними словами. Грибоедов даже отмечает, как быстро меняются его эмоции. Начинает он говорить с жаром, потом замолкает, а потом продолжает с усмешкой. Слепец, я в ком искал награду всех трудов, спешил, летел, дрожал, вот счастье, думал, близко. Также следует отметить, что поведение Чацкого и его миллион терзаний, которые он получил, когда приехал в Москву, усилены чрезмерной любовью к Софье. Но такая страстная любовь — это скорее не любовь, а психологическое расстройство Чацкого, звучащее как расстройство привычек и влечений. На этом наш сеанс психотерапии окончен. Надеюсь, мой шуточный эксперимент вам понравился. Если так, то обязательно поставьте лайк этому ролику и напишите в комментариях, какого литературного героя еще стоит разобрать. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, так вы не пропустите мои новые видео. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok